Степень подготовки достаточно высокая. У нас появились новые задачи. Мы их решаем в очень непростой период. Это период, когда есть некие ограничения, в том числе и общественным мероприятиям. У нас идут активно сейчас ремонты стадионов, в том числе на территории школ. Мы видим, что сегодня есть все необходимые условия для модернизации системы образования. Поэтому сегодня мы очень внимательно, очень детально разобрали ход подготовки. Мы считаем первоочередными задачами максимально завершить не косметические ремонты, а серьезные ремонты, на которые были выделены дополнительные средства. Из экономии – это ремонт крыш, ремонт замены окон. И когда мы выбирали, чтобы закончить в срок до 1 сентября и наличием дополнительных средств, которые можно отнести либо на следующий год, либо на этот, конечно, по советам, по консультациям с родителями, с частью родительских комитетов, с частью глав муниципальных образований общественности, было принято решение, все-таки не нарушая учебного процесса, выделить дополнительные средства и продолжить ремонтные мероприятия на выходных, на осенних каникулах, для тех школ, где есть потребность. И чтобы не откладывать на следующий год то, что можно сделать в этом году именно из дополнительных средств, то, что у нас появилось в процессе экономии, в процессе дополнительных доходов областного бюджета. Поэтому сегодня, конечно, уделяется большое внимание и в сфере специального образования, так называемого СПО, это, по-старому говоря, техникум и ПТУ. Мы видим, как появляются новые специальности, которые просят работодатели, эти специальности становятся уже все более популярными, это бюджетные поступления. Поэтому мы считаем, что в целом область к первому сентября готова, но плюсом, конечно, мы будем проводить все необходимые работы, чтобы теплый период, сентябрь, октябрь, нам была возможность сделать дополнительные работы, в том числе и в связи с доп. доходами нашего бюджета. Сегодня как раз рассматривалась тема для того, чтобы не откладывать на следующий год некоторые работы. Спасибо. Игорь Михайлович, обсуждалось отнесение изменений в программу лесного хозяйства. Вской области прокомментируйте, пожалуйста, на основные моменты. Это возможность реализовать модернизацию нашей отрасли, на нашей территории отрасли лесного хозяйства. Это модернизация двух предприятий, приобретение нового оборудования, субсидии, возможность повысить уровень переработки леса, потому что наши предприятия активно конкурируют со своими, в том числе с западными коллегами по цеху. И сегодня одним из лидеров является Вышневолодский ДОК, который уже активно занимается процессом модернизации. Надеемся, что данный проект станет ежегодным для отрасли, потому что сегодня к нему проявляют внимание предприятия отрасли, которые хотели бы тоже пойти, сейчас готовят документы, готовят заявки на участие в программе модернизации по повышению переработки лесной продукции на территории лесного сырья, на территории Тверской области.